Итак, отряд наемников с нуля в средневековье. Продолжаем выживать. Давай лесопилка. Мы остановились на том, что здесь эдакая миловидная няшка, девушка Инесс. Говорит, крайне сожалею наемники, но здесь для вас ничего нет интересного. Это всего лишь лесопилка, я ее скромная владелица. Но, я нашел ключ и спустившись в подвал, я обнаружил здесь беженцев. Эта женщина обещала нам честный труд и только посмотрите на нас, с нами обращаются хуже, чем с рабами. Куда же хуже, чем с рабами? А стражи смотрят сквозь пальцы, с другой стороны, кто вообще станет помогать беженцу из Эдерана? Не бейте меня, если меня опять выпарют. Вот негодники. Ну че, будем им насаждать демократию. О, рабочее руководство, знание плюс один. Так, больше здесь ничего нет. А девчушке-то и след простыл. Ну ладно, мне больше достанется. Блин, можно дров нарубить, но у меня нету. У меня все занято, все специальности заняты. И, кстати, нашу новую наемницу назовут тоже в честь спонсора канала, Веливонка. Отлично. Остальные спутники это одобряют. Эээ, тихо, тихо. Увы, вам стоило догадаться, что грабить подвал работорговца плохая идея. Грабить работорговца. Да. Так, либо могу договориться, либо сражаться. Ну, скорее всего, договориться с ними выгодно, но... Я уже не одно решение принял наперегор в выгоде. Ух ты, блин. Ладно. Протестируем новый молот. Так. А что это за значок? А, типа она лидер. Лидер силы и ловкости целосложения повышена на 30%. Нельзя взять в плен. В общем, она дает, типа, бонусы всем своим. Это вот периодически такое бывает, когда какие-то лидеры есть. Или, я не знаю, в каждом бою. Но тут, по крайней мере, точно особенный лидер. И, в общем, нужно ее связать боем, чтобы вот эти бонусы на 30% прекратили действовать. Потому что, ну, это дофига к урону, к ритаму и ко всему, короче. Надо ее связать боем, однозначно. Вот. А кто у нас будет сдерживать их, не знаю. Ну, сейчас... Ладно. Ладно, сейчас посмотрим. Блин, да че ж такое? Я не добегу даже нормально. Чтоб молотом ее задануть как следует. Так. Так этот давай вот здесь вот будет, потому что, может, он поможет как раз с молотом тогда. Так, вот эти вот здесь. Я думаю, я сикирщика к ней подошлю. Че? Вот так начало, блин. Ух ты, мощно саданул. Че, лидерская агрессия поубавилась? Нет, все равно действует. Значит, она не снимается таким образом. Когда ее уходят. О, давай, давай, добивай! Чуть-чуть совсем. Все, сейчас последний удар. Огонь. Сразу лидера снесли. Супер. Этот, наверное, не добежит даже. Нифера себе добежал, падла. Еще и сильно бьет. А кто там следующий ходит? Тоже вот эти гады. Ладно, ладно. Где наша не пропадала, как говорится. Блин. Ну, тут два лучника, ладно. Я думаю, сикирщик с ними разберется. О, хо-хо-хо. Нифрена себе. Это молотоборец дал. Новый молот. Не зря. Крафтил. Я так страдал. В общем, я думаю, я с ними справлюсь. Вопрос лишь в том, сколько они там задамажат, падлы. Кстати, вот этот трезубец, этот, вилами, не может вот так вот отсюда достать. Печалька, блин. Не, вообще не достает. Может, туда хоть исцелить кого-то. Но этот все равно опять наложит яд. Ладно, вот на нее наложу. Исцелялочку. Окружите сражающегося врага двумя союзниками, чтобы получить бонус. Да, я вроде окружил. Как раз, да, вот. Что там у него? Получаем, урон снижается на 20%. А, это у моего. Ладно, тогда вот эту кинжальщицу тоже сюда пошлю. Она все равно у меня еще не прокачена, так что. Ай-яй-яй-яй, самых слабейших выбираю. Так, ладно, осторожно. Я просто хотел ее использовать, чтобы это... Ну, ладно. Нет, так нет. Так, нам бы добить бы кого-нибудь. Так, кто в следующем ходит? Опять этот мудак. О, этот не могу, а то своего добьем. Да блин, да дотягивайся, не воображай. О, вот так вот в кишке. На, сука. Огонь. И как раз я даже прервал мудака, который должен был в следующем ходить. Так, все-таки кинжальщица, я думаю, сможет лычника связать боем. Отлично. Так, а кто там следующий? А, вот этот. А потом, а потом вот этот. Нормально. Тогда вот этот вот эту свяжет боем. Огонь. Все, разносим их нахрен. Нихера себе на 35 молотоборец уносит урона. Не, отпускать не буду. Когда отпускаешь, я так понимаю, меньше лута мы получим. Стойкость. Получает черту. Я бы хотел, чтобы кинжальщик добил эту падлу. Да блин. Они такие сильные, что теперь мои их уничтожат. Я хочу, дайте кинжальщику фраг. О. И теперь кинжальщик добьет. Чтобы он не отставал, ему уровень нужен. Ей точнее. Отлично. Огонь. Так, танку я возьму славный дуэль. Каждый раз, когда бойцы вступают в сражение, дается очко славы. Кстати, вот тут очень жесткая штука. Написано воля, когда будет 15 очков воля. Раньше было 12, так что кто раньше проходил, проще было. А это 15 нужно. То есть, если бойцу наносит смертельный урон, он его переживет. Но это раз за бой только. Я бы, конечно, силу вкачал. Вообще, я не планирую тут до такого доводить в поединках. Да, давай попробуем силу прокачать. Может быть, удастся. Просто не доводить до такого. Сила все-таки гарантированный урон. Харагардский секач. Чем дольше вы смотрите на этот секач, тем больше он напоминает вам клык зверя. Это, видимо, как кинжал, да. Так, вот тут можно рискнуть. Своровать эту хрень у него. Но шансы слишком высокие, что зашкалят вообще у меня подозрения. И будут проблемы, соответственно. Так что, наверное, не буду ее воровать. К тому же, у меня, оказывается, броня выпала. Крутая. Не, кстати, я опять могу танку дать. Почему нет? Лагерь горных следопытов. Ну-ка. Я Бреннон, мастер-следопыт. Задача нашего братства контролировать численность диких зверей на континенте. Мы награждаем охотников за их трофеи и защищаем просто люту от свирепых животных. Если хотите примкнуть к нам и учиться, вам придется показать, на что вы способны, приняв участие в своем первом гоне. Тилтринская охота. Ну хорошо. Возвращайтесь с победой или не возвращайтесь вовсе. Что делать-то? Даже не пытайтесь продать мне ваш мустер. Мне нужны клыки для древних ритуалов. О, какая штучка. О, кстати, укрепленный слой защитника, укрепленный слой мудреца. Ну, слой защитника это, наверное, он... А, за 100 клыков, нихрена, у меня только 16 клыков, надо их не продавать, да. Либо украсть вообще. Чё они такие все проблемные, такие дорогие? Так, а вот это вот другое чём. Друид Хореллиус, завидуете нашей боевой раскраске, не так ли? Ха, не вы одни, сожалею, наёмники. Лишь посвященные в наше таинство могут носить её. Чтобы вступить в наши ряды, вам придется отправиться в Лудерн и поговорить с друидом в роще Тулей. Будьте осторожны, путь туда тает себе множество опасностей. Так, ну давай, мне повезёт. Опа! И, тихо, тихо, тихо. Плюс 90 подозрений, меня не ищут, вроде бы, пока что. Так. Крайдный предмет, я могу его выучить? Вы хотите выучить укрепленный слой защитника? Конечно. Чтобы на это не тратить нифига себе. Да, я говорю, я зря вот в предыдущем прохождении выучил там... Чё я выучил зря? Ну, неважно, короче. Нормально. Всё было не зря, всё было не напрасно. Не страдаем перфекционизмом. Перфекционизм держит за руку невротизм. Так, а вот, кажется, отряд, который мне заказывали. Эддрал, Бунтарь, Капрал. Чё-то они вообще лоховские. Там чё, два человека реально? Нет, три человека. Там, видимо, имеется в виду лидер и плюс показано, сколько у него с собой челов. Ну, тоже даёт бонусы. Его первым будем сейчас носить. Так, одну могу захватить живьём. Захватываю. Лежать. Огонь. Блеск. Вообще легко не ощутил. Так, ну, возьмём кувалочку, когда... Он попадает по нескольким противникам, чтобы генерилось очко. И силу ему увеличиваем. Огонь. Так, может быть, зря, но я всё-таки возьму бережливый, чтобы им меньше платить на 10%. И возьму рационы, чтобы на 3 меньше еды им кормить, потому что эти глотки лужёные, блин, я хрен прокормлю. Эдранское пограничье тут. Но я пока выходить не планирую, но просто осмотреться. Люди бегут из Артеса, а вы туда направляетесь? Нет, пока нет. Генерал приказал нам не мешать фермерам искать убежища в Тилтрене. Я жду другие караваны, двигаться через воющие земли лучше с большой группой. Так мы поугнём бандитов и сможем скинуться на наёмников. Так, книжку, кстати, применил на знания. Я им уже платил, чё так часто стали они деньги из меня истребовать? Короче, наверное, в пищу лучше сначала расходовать то, что больше весит. Ваши спутники набрались опыта, и теперь вы можете назначить одного из них капитаном. В каждой битве очередное ранение. Нет, не для меня это жизнь. Надо было слушать маму и стать фермером. Ой. Хандрить, покинуть отряд в неловком молчании. Нифига, компенсировать требуется 10 золота. Никита Никитинский, нифига себе. Чёрту, надбавка за риск. Жалование повыше на 30%. ДТ офигел? Блин, вообще капец. Ладно, надбавка за риск. Это чё, постоянно теперь столько ему платить? Какая жесть. Да, действительно у него там надбавка за риск теперь постоянно действует. Подожди, чё, 145? Чё? А, это я уже испугался, что мне теперь платить им 145. Но платить столько же, сколько и если бы я перк не брал. Вот это вот. Обидно, конечно, получается, перк в никуда. Но да ладно. Короче, предметы тут в начале галимы покупать не стоит. В начальной и, может быть, даже в средней игре я лучше могу выковать предметы, чем те, которые покупаны. Так, чё тут ещё? Богатая ферма. Вы, вы наёмники? О, славься всевидящий ока. Вы наша последняя надежда. Клянусь, я найду способ отплатить вам. Вы должны предупредить друзей моего мужа. Пусть они придут и помогут ему. Точно? Попросите их прийти. Если они выскажутся в его защиту, переговорят с людьми, готовыми убить его за пригорешню и зерна... ...принять. Муж сказал мне, что его друзья живут к северу от озера, неподалёку отсюда. Прошу, возвращайтесь скорее. Мне очень стыдно, нельзя было на это соглашаться, но у нас кончилась еда, мы голодали. Не жалейте этого негодяя, он сбежал со своей родины и пришёл сюда грабить наши посевы. Эдеранский паразит будет повешен за свои злодеяния, а мы сможем спать спокойно. Ох уж и те, кому не терпится всех вешать. Так, а это чё за челы? Мы собирались здесь добыть провизии для семей, но здешние звери, а от них... ...от их воя волосы дыбором встают. Уже думаю, не зря ли мы сюда пришли, но раз мы здесь не возвращаемся же с пустыми руками... ...убедить, объяснить, что эта гора крайне опасна для неопытных охотников. Дать пять эленины у меня нету. Давай убедим. Вот как, спасибо за предупреждение, мы вступили на неизведанную землю. Благодаря вам мы вернёмся к всеми целыми невредимыми. Так, а тут ещё какие-то суши, нет, походу там они жёсткие. Круглый щит капрал, кстати, который я выбил с кого-то, он даже хуже, чем то, что у меня. И кувалды, которые выбил тоже, так что я выковал вообще крутые штуки. Это какие-то призрачные волки и кабаны на меня напали. Ну ладно, сейчас посмотрим. Призрачные, блин. Ну я побежду их, наверное. Да, вот тут сразу он двоим может долбануть. Чёрту гигант. Давай теперь. Отлично. Чё-то добить может. Супер. Как раз кинжайщице дал добить ещё одного волчка. О, они когда атакуют, ужас накладывают. А чё ужас? После пяти применений напуганный боец бежит с поля боя. Нифига. Ну всё. Кажись. От яда догорел. А, не понял. Ещё кто-то? Нифрена. Нифрена, это чё за хрень? Это какой-то босс. Ё, я под это не подписывался. Так, ладно, выступаем к ним. А то у меня тут это догорает. Время, блин, нихрена. Так, надо как-то аккуратно встать. Блин, я не хочу... А, всё-таки он, зараза, тоже ко мне сейчас. Он-то будет ходить сам этот мудак? О. Ах ты падла. Он призывает, походу, их или что-то типа-то? А, нет, он на всех накладывает. Опять ужас. На всех дамагу. Вот это вот имба. Не контрится. Так, ладно, я сейчас попробую. Надеюсь, тут он... Да шоп тебя. О. 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 И ещё разок. О. Блин, почему только этого так можешь добить? Ну ладно, хоть так. Э-э-э-э. После ряды окажется... Тьфу-ты, блин. После битвы, короче, окажется здесь. Ненавижу, когда такое происходит. Ладно, надо босса фокусить. Давайте крит мне. Какая у него защита-то? У него защиты нету. Ну ладно, тут не до жира. Придётся на него эту хрень истратить. Хотя она не особо... Опять и этот сбежал. Охренеть. Все сбегают. Вы чё, блин, творите? Соберитесь, тряпки. Там, блин, ещё до хрена ходов должно было быть. Прежде чем мы должны были сбежать. Да, он опять всех дамажит, падла такая. Так. Кенжайчик может этого добить хотя бы. Отлично. Так, и всё. И сейчас, надеюсь, последняя атака. Я босса, считайте, убью. Может быть, кстати, Тилтринскую арохоту выполню, сам того не ведая. Фух. Призрачные останки, свинина, волчатина, красный глаз. Клык, идеальный клык. Белая кожа. Ух ты, блин. У меня теперь даже на атриген нету много чего. Так, пикинёру качаем стену копий. Да, пусть будет. Кстати, когда вот эти гайды, я вот подсматриваю, писались там, светы, прокачка и прочее. У меня стоил вот этот вот скилл одну единицу очков доблести. А у меня уже две на релизе, видите, и после обновления выкатили. Сложнее стало. И тут ещё написано, не останавливает элиту. Короче, надеюсь, не зря вкачал. Но против массовок, я сам логически думаю, должно сработать. Может, остальные не такие уж и. Так, дальше качаю силу. Отлично. Так, топору качаю славную дуэль. Каждый раз, когда вступает в бой. Так, и сила, отлично, сама выпала огонь. Где эта хрень? Согласно отчёту, к северу от конюшни найдено очередное тело. Всё указывает на гигантскую волчицу Сиху, охота на которой идёт уже несколько недель. Сиха. К северу от конюшни. Так, ну, видимо... Капитаном я попробую назначить жалование плюс три, блин. Они меня доколупают. Копейщика? Можешь создавать стол для планирования. В общем, нам пришлось починить. У аптекаря исцелимся. Вроде у него должно это дешевле стоить, чем зелья покупать. О, а какие-то квесты могу ей сдать. Отлично. В регионе есть неисследовательная громница древних. Ну ладно, возьмёмся. Это факелы нам уже нужны. Так, за 30 покупаю блюда. Чё ж такая непруха, вообще скидок на еду нету. Вот тут трупы какие-то, я, кстати, не изучил, что ли. Труп ужасно изувечен, лишь звери с такой жадностью рвут плоть. А, вот этот квест. Реквест, вот по следам крови. Это на вот эту волчицу или как её там? Нифига себе, тут везде, блин. Всё в крови. О, кажется на меня кто-то... Нифига себе, уровень 3, альфа-самец ещё у них есть. Сейчас мы будем разбираться, кто из нас альфа-самец. Но судя по тому, что красным отмечено, я не знаю. Надеюсь, надеюсь, справлюсь. Где он? Вот сихо. Короче, надо его фокусить первым. Падлу. Ну, отлично, я вроде как могу добежать до него. Но только вопрос, смогу ли я сразу нескольких задеть. Нет, зараза. Нет. Всё. Психи капец. Отлично. Минус лидер. Так, использую я навык воодушевить бойцов. Как раз за счёт них получу эту фигульку. Так, исцеляю своего. Короче, тут один сдох, пришлось переигрывать. Буду с секирчиком ходить, потому что у него тут более выгодная позиция, чтобы сразу нескольких задамажить. А, хотя, знаете, я, короче, просто перестановку сделал, да, этого молотоборта сюда поставил. Надеюсь, он теперь тоже до 2 их достанет. Да, отлично. Это, пожалуй, лучшее начало этой битвы. О. Кстати, давайте попробуем, как сейчас стена копии работает. Не знаю даже. Слушай, я, походу, голимый перк. Совершенно. Это что, он в такой, в такой короткой только параллели может наносить удары, если они двигаться будут. Это же никто не будет. Или будут, или как. Ладно, посмотрим. Вот и узнаем. Хрен или нет. Так, один уже в другую сторону побежал. Знаток щитов дворша. Теперь. Так, это вот эти. Итак. О. Ну, сработал копейщик. Ну, 15 урона. И типа остановил движение, хотя это вроде элита, это же босс. Странно. Или босс не элита. Ладно, не важно. Сейчас я их замочу. Огонь. Я могу повязать одного волка, хотя это альфа-самец. Ну, на самом деле он тонкий. Не знаю, мне кажется, глим и охрень. Еще и на него 8 пищи тратить. 8, охренел. Не. Все. Покрошил. Без потерь. Гон начался. Биг бэд вулф. Большой плохой волк достижения. Так, вилли вонки я возьму. Каждый раз, когда этот бойец убивает врага, дается очко славы. Славная победа. Также, наверное, как раз движение на 2 выпало. Базово всем надо прокачать до 12, наверное, как минимум. Пусть будет. А потом, теперь буду качать, наверное, только ловкость. И, наконец-то, вроде... А, нет, не могу, блин. Охренеть, не могу нормальную броню дать. Но зато кинжал могу метательный дать. Отлично. Легкая броня только с третьего уровня. Вот это была славная битва. Никита Никитинский. Пришлось выложиться на все 100. Такими темпами я скоро смогу свой отряд собрать. Да хорош, блин. Насладиться, набраться уверенность за счет такого достижения. А, ну это ладно, если положительный. Вспомнить это великое деяние. 58 очков опыта. Подобную доблесть надо отметить. Отношения с близкими спутниками. А я думаю, смысл... Хотя фиг знает отношения, опыт. К счастью, у меня и так максимального уровня. А опыта у него сколько? А, все равно у него, блин, еще опыта до хрена нужен. Так что давайте отношения. Отношения с дваршей и с пони. О, Никитинский общительность получает. Быстрее заводит друзей. А что это дает-то? Может генеральчику доблести в конце своего ухода. Блеск, это шансово типа. Не, ну нормально. Блин, надо пленника сдать, а то у меня тоже рот лишний. Лагерь у озера. Это суда жена какого-то этого мутного просила тоже сообщить им. Так. И что тут у них? Выглядят как бандиты. Босс готов вербовать любого, включая беженцев. Жители деревни винят нас за то, что мы пользуемся ситуацией, но мы хотя бы не даем этим людям помирить голода. Один из наших новобранцев не вернулся в своего первого задания. Я начинаю беспокоиться. Зерно не так-то сложно красть. Наверняка произошло что-то ужасное. Может он просто задержался, он выглядел достаточно способным для беженца. Так, предупредите одного из твоих друзей, скоро сдернут на выяснице. Подожди. А что другой скажет? Как мне все это доставалось? Упорный труд. Вот мой секрет. Ха-ха. Песчайник. Тут он, короче, краденое продает и всякое такое. Яблоки, кстати, дешево у него, зато можно купить. За единицу всего лишь. Давайте закупимся в прок. Жрачка-то. Песчайник. Ну, я даже не знаю, нафиг он мне нужен. Но, наверное, можно купить, раз так, по дешевке. Да и специи, наверное, тоже. Да, я надеюсь... Короче, давайте... Давайте рискнем. Да, блин. А что если украсть у воров? А, нифига себе, там, блин, проблемы будут, они потом настучат на меня. Ладно. Давайте приду, пройдем, посмотрим, что будет. Ах, его поймали с поличным во время первой же вылазки. Не стоило вербовать простого фермера, это ему явно не по зубам. Нельзя, чтобы он умер из-за меня. Парни, собираемся и выдвигаемся. Что до вас, встретимся у фермы, нам пригодится ваша помощь. Ну, начинается. Так. Как они пустились. 97 выплаты. Блин, меня одной единички не хватает. Ну, сейчас посмотрим. Слушай, там целая разборка теперь. Немедленно отпустите беженца. Но вы... Вы привели бандитов, наемники, вы позволяете... Вы позволите им перерезать нас, чтобы спасти вора? Он лишь отчаившийся фермер. Отпустите его, и вам не причинят вред. А что мешает вам вернуться через несколько дней и ограбить нас? Нет, мы не дадим вам уйти. Что ж, боя. Наемники, чтобы эти воры не обещали вам, я могу заплатить вам куда больше за защиту. Мы даже готовы закрыть глаза на ваше вмешательство. Ну, охрененно меня перед выбором ставят. Силы у них одинаковые. А, у этих еще подкрепление будет. Не, у этих на одного человека больше, но у этих написано подкрепление еще будут. У бандитов. Так что, наверное, даже у бандитов с бандитами тяжелее справиться. В общем, я нападу на бандитов, потому что, ну, мне селяне тоже, конечно, напрягают, что они там вешают за то, что там украли чуть. Но эти откровенно бандиты, они тут какое-то гетто, блин, сделали. Понятно, что они беженцы, но, блин, бандитизм не выход, типа. У них два союзника. А если на этих нападаю, у этих два союзника? Короче, на бандитов. Там даже подписано, бандиты, блин, что тут выбирать? Некоторые сопровождающие ваши персонажи очень важны. Если такой персонаж умрет, вам придется перезапустить бой, защищайте их. Ладно. Старейшина уйди, я просто его сзади тогда поставлю. Расположение тут, конечно, не самое удачное. Никого не могу с первого хода сразу ударить так, чтобы двоих. Ну ладно, тогда вот этого мудака боем свяжу. Хотя там лукарь будет ходить. Давай лучше лукаря, наверное. То есть он сразу обрубок неполноценный получается, потому что он стрелять не сможет. Да, вот он ударил кулаком просто по щиту два урона. Так. Пехотинец тут. Нормас. Блин, до босса вы его били бы лучше. Ну ладно. Тоже ничего не сделаешь. Нифига себе, он мне крит выпал ему. Могу, кстати, еще одного придурка в плен взять. Цепи, цепи. Отлично. Еще бонусы соберу. Нихрена себе, они криты лупят на 15 лучники этих мудаков. Я даже немножко отступлю, перегруппируюсь. А то, блин. Что-то они вообще охреневшие. Старейшина, блин, состилит врага. Ну, конечно, там один хп оставался, лучше бы в босса пальнул. Гений. Ну-ка, метательный кинжалечек в босса. О, неплохо. Атака босса. Ах ты, сука. Нихера себе, вы видели, по трем сразу. Надо ее сносить, падла. И придется отсюда даже уходить, потому что она какую-то хрень наложила тут по области теперь, блин. Только попробуй староста, падла, в моего еще попасть. Он хотя бы не попал. А, вот у них подкрепы, понятно. Подкрепы еще у нас сзади камера зашли, капец. Короче, копейщик с расстояния наносит больше урона. Если что, если кто не знал, то вот. Так. Вот так. У копьё тут метнуть. Отлично. Падлу. Так, у меня тут этот может умереть. Сейчас попробую его перевязать, чтобы он еще не подох от чего-нибудь. Сносим их. Отлично. Блин, через этот гребаный яд даже пробегать нельзя. Урон чудовищный. Очень большой. Два ше... Получает, черту, живчик. Давай, староста, блин. Покажи класс. Тряхни стариной. Так. Ой, тут в староста может попасть. Ну-ка. О. Отлично. Металкой добили. Так, еще вот этого бы. О, отлично. Все, успел. Никто не вырубился. Фух. Жестенький замес, я бы сказал. Ну че, где награды? Так. Из-за вашего необдуманного вмешательства мы чуть не погибли, но вы убили разбойников, так что я вас прощаю. Вот вам немного за ваши труды. А теперь проваливайте и оставьте славных горожан в покое. Регулируемые ремешки. Судьба от Силтрана. Вы помогли деревенским жителям навести порядок. Вы дали им повесить моего мужа, чтобы вас зверь забрал. Ну, блин. Твой муж, как бы... Ладно. Фиг с тобой. Так, телосложение пони качаем. Так, движение плюс один, наверное, вилли вонки, я не знаю, даем. Вот эти регулируемые ремешки потребовала вся изобретательность создателя ножен, чтобы сделать ремешки, подходящие для удержания любого оружия. Либо, кстати, копейщику. Ну, избили меня, конечно, тут они очень сильно, мягко говоря, по полной программе. Даже копейщика. На, копейщику тоже броню нормальную дам. Так, один труп выкину, два точнее, чтобы они передвигаться могли. До предварителя беженцев дошли слухи о ваших деяниях. Он хочет встретиться с вами в убежище. Надеюсь, не для того, чтобы от черепа пробить. Так, я могу что-то продавать. Кстати, я могу из металла крафтить и продавать. Вот что дороже, отмычки или крючки одинаково. Веревки невыгодные. Могу отмычку продать. Теперь точно хватит на то, чтобы заплатить этим. О, лекарство от чумы по скидке. Кстати, одно нужно, так что все равно я куплю его. Все равно я истелю всех в отряде. И на самом деле, значит, придется покрафтить. О, нормально. Хотя что-то маловато все равно. О, стол для планирования. Назначен спутник высокого ранга, дополнительно производит один на каждом привале. Здесь разрабатываются боевые стратегии или победа над соперниками. Как раз лишнее я что-то могу потратить. Почему бы нет? Пусть будет. А что бы было? Так. Так, вели вонка пусть на сундуке. О, могу что-то как раз продать. Нет, жрачку эту я оставлю. Вот это вот специи. Пусть продают специи. И что, у меня еще крадено этой. А больше ничего, а жрачку украденную я сажу. Положите в этот сундук предметы, которые хотите сохранить. А, которые я хочу сохранить. Или которые я хочу продать все-таки. Короче, один оставлю в инвентаре, два положу сюда, посмотрим. Так, все, я напродавал отмычек, сколько смог. Так, давай в тюрьму мудаков сдавать. Так, можно вообще у нее по-хитрому сделать. Как именно? То есть украду рецепт. Опа. И выдам пленного, чтобы снизить. Опа. Все, теперь я законопослушный сразу. Моментально. Гражданин. Так, рецепты сразу изучаю. Требуется алхимик подмастерье. Да блин. Теперь хрен знает, когда его изучу. Сходим по охоте, квест получим. Хотя тут еще в пещере, по-моему, можно заглянуть, потому что лесы заново появились. Только странно, что рыбалка заново не появляется. Да, руда обновилась. Трава только одна тут жила, ну ладно. Так, сразу же лучше пока обходить. А то они сейчас докопаются. У меня краденая с собой. Так, ну кажется, он нихрена не продал. Во время привала. Все как было, так может просто там шансово. Итак, что тут у нас? Мои родители были эдарановскими овцепасами. Когда я привела их в эту заброшенную овчарню, их уставшие лица наконец-то засияли, я увидела надежду в их глазах, впервые с тех пор, как мы ушли. К сожалению, мы только что выяснили, что здание принадлежит человеку по имени Вильберт. Я бы хотела встретиться с ним и убедить его позволить нам остаться здесь. Но я бы чувствовала себя безопаснее в сопровождении наемников вроде вас. Добрый люд Тилтерна не очень одобрительно смотрят на беженцев. Боюсь, что этот Вильберт разбушуется или и вовсе откажется меня слушать. Я готова отдать вам все, что у меня есть, ради безопасности своих родителей. О, спасибо, встретимся на месте. Моя дочь очень горда тем, что удалось получить эту овчарню, но у нас нет материалов, чтобы ее восстановить. Можете продать нам их в обмен на еду и ценнейший рецепт? Десять дерева. Рецепт баранья похлебка. А сколько у меня дерева-то? Я думаю, да, могу. Да, конечно, могу, мне двадцать шесть. О, вы так щедрые. Я с начала войны не была так счастлива. Ах, когда лорд Лахерд сжег мои стоила, вся моя жизнь сгорела в этом пламени, но Даная нашла это место под Рококко. Так, пока что забирать отсюда не могу ничего. Вычурный ключ. Сложные замки. Интересно, для чего он? Не, я пока не смогу. Или не стану. На меня тут тем временем какие-то мудаки напали. Давай, ладно, с ними разберусь, а потом пойду на пристань, где она там хотела с этим поговорить. Нихрена себе, скрыта, молотоборец убил с одного удара на 30. Ну там потому что воодушевление получилось, так что с первого хода. Фу, жестко. Так, одного походу опять могу повязать. И повяжу. Ну и, кстати, на бонусные очки прицеливания. Вот сейчас использую. Интересно, он остановит. Да, неплохо. Но вот иногда в некоторых редких моментах работает. Так, давайте опять этот кинжальщик. Добьет Вилли вонка. Чтоб прокачивалась. Отлично. Без проблем. Вон девчушка. Побежала. Зачем отказываться? Мы овцы пасы. Если позволите нам остаться на овчарне, то мы сможем... Ни в коем случае. Этот хлев мне достался от сестры, не позволю никому забрать его у меня. Но вы даже не пользуетесь им. Вы рыбак. Зачем вам овчарне? Несу им нос не в свое дело. Я буду распоряжаться собственностью, как захочу, и сделаю все, чтобы защитить ее от захватчиков. Я никуда не пойду, пока старый глупец не образумится. Я не собираюсь вновь выгонять своих родителей на тракт. Я просто не могу так поступить. Вы согласились помочь мне, так что прошу вас убедить его остаться и получить свою награду. А вам какая разница, пользуюсь ли я овчарней? Это тут ни при чем. Это груда хлама моя. Этой женщине нельзя там оставаться. Так она суету навела. Так она суету навела. Я вам щедро заплачусь, сможете ее погнать. Угрожать могу. Либо подкупить. Давайте подкупим. Зачем грубость? Мы за аренду как платим, считаете? Ха, вот если вы хотите выкупить овчарню, это уже другой разговор. Это груда хлама ваша. Ну или их, мне плевать. Все, все закончилось. Он согласился? Уславься, всевидящий око. Вы представить не можете, что для нас троих значит этот новый дом. Прошу, примите в знак нашей благодарности. Мне пора идти. Передам родителям прекрасные новости. Они будут так рады. Они законно нарушают. Они нормальные-то самое. Какого хер он их выгоняет? Так, пони могу прокачать. От боеса может сражаться и носить броню. Нафиг надо. Я прокачаю грузоподъемность. Тем более у него 40 хп. Это вообще смешно просто. Это не для боя. Да, в общем, грузоподъемность. О, 184. Отлично. И телосложение. Только что-то телосложение не подымает грузоподъемность. Что еще? Ничего. Так, могу рыбачить. Так, вот этот медальон дам, наверное, копейщику. Хотя, может быть, потом передумаю. Посмотрим. Он просто крит повышает. А он как раз может за счет этого втыкать. Кинжал тоже, походу, я лучший нашел. Прикол. Прикол. Метательные ножи, они расходуются. Я думал, они восполняются каждый раз. В общем, они израсходовались. Какие-то игральные карты. У этих карт 4 масти. Колесо, корона, башня и олень. А ты кто по масте? Да, зашел в еще одну шахту. И тут опять, блин, только один рудник рисанулся. А не по одному, что ли, теперь? Так, ну что там по тилтранской охоте? Дикая охота. Любопытно, очень любопытно. Добыча достойная следопыта. Только подумайте, что вы справились с такой-то хлипкой броней. Чтобы выжить в нашей охоте, вам придется наслаивать броню и дорабатывать ее. Слои и нашивки не только защищают следопытов, но и отмечают их деяния. Их создание требует умения, а право носить их придется заслужить. Укрепленный слой лося. Вот, возьмите выкройку для брони. Мир узнает о великой битве, что вы вели против Сихи. Братство работает по всему континенту, но учтите, наши цели бывают крайне необычными. У меня только один вопрос. Я смогу эту броню потом выткнуть оттуда, если ее воткну? Судя по всему, нет. А, не, могу на shift. А, снять слои с этой брони, они будут уничтожены в процессе. А, нет, нафиг такое счастье. В общем, я этот слой буду копить тогда для глубокого-глубокого лейта, я не знаю, поздней игры. О, ваш отряд теперь более организованно, вы можете назначить одного из спутников лейтенантом. О, поговорить. Веливонка, меня никогда не поймают, но в родстве я тише мыши. Пока я в отряде, вам нечего бояться, у меня есть таланты, и еще что важнее, чувство мира. Оправдать, убедить себя, что воровать не так уж и плохо. Розыск минус 60. Нет, однократно мне насмехаться над своими бедными жертвами. Получает статус безрассудства. Подозрение увеличивается гораздо быстрее. А в чем тогда прикол-то? А, ну просто очки славы получить. Подозрение увеличивается гораздо... Не, вообще того не стоит. Подобные таланты достойны восхваления. Отношения с близкими спутниками. Да, пусть отношения лучше. Отношения и пони. О. Так, изучу рецепт укрепленного слоя, чтобы он не пылился. А, рецепт баранья похлебка еще забыл изучить. А, требуется повар, понятно. Так, еще тут что-то могу обследовать. 14 монет. Жаль, лейтенант и капитан нельзя одного и того же человека сделать. Потому что... Нам. В общем, я щитовику, наверное, сделаю. Щитовика лейтенантом. Союзникам вокруг бойца дает статус дисциплинированный. Боец производит вдвое больше доблести. Посмотрим. Еще и, блин, жалования теперь больше платить. В общем, зловещую пещеру зачистим. А, наемники. Фергас прислал вас нам на помощь. Рованд нанял вас убить меня. Умоляю, не делайте этого. Мы сами не рады вымогать у фермеров их пожитки, знаете ли. У нас нет выбора, если мы хотим выжить. Рованду придется умереть. Я заплачу вам столько же. Нет, больше. А вы совершите благое дело. Когда его не станет, никому будет защищать телетринских фермеров. И нам больше не придется заставлять их делиться с нами припасами. Убейте капитана. Это единственный выход. Убить разбойника Бертрама для капитана. Давай с разбойниками порешаем. Ну, они вроде тут лоховские. Так что. Их тут всего трое, капец. Ну-ка. Почти дабл-килл. Не почти даже, а точно. Не отпускаем. Лут нужен. А, мы оглушить можем последнего. Ну, хорошо, туда оглушу. А, не получилось. Туда добьем. Все. Капитан Роунд. Значит, Бертрам мертв. Мои люди и славные граждане Тилтерна будут рады узнать об этом. Ваша храбрость и верность к нашему делу похвальны. Вот награда, обещанная мне госпожой мэром. Вы ее заслужили. Прощайте. Деревенским жителям больше не придется бояться Бертрама. Неплохо. Теперь они могут бояться меня. О, золотой ключ. Этот ключ ценен, но не настолько, насколько защищенными сокровища. Ё-моё. Поворачивайте отмычку и нажимайте, чтобы вставить ее в замок. Чем отмычка ближе к зазору, тем она выше поднимается. Но если она дрожит слишком сильно, то от этого может сломаться. Да я не помню уже, как тут взламывать. Да, уже сломалась. А, вот, раз. Зараза. Сезам, откройся. Рубин, сапфир, железные руды, 10 штук. А что, тут фармить ее нельзя? Видимо, все, а? Гарнизон страдок. Ну-ка, они отсюда ушли. Нарубить дров. А что, зафармить нельзя? А, вон. Золотой ключ. Во. Огромная чугунка. Так, как раз Никите Никитинскому обновочка. Неплохо. И кинжальщик еще лучше. Коварный смерч. Всем бойцам по кругу. Тоже удар. На денег сейчас вот неплохо привалило, но все равно надо экономить. На укрепленный слой лося на две штуки сразу нужны эти хрени. Белая кожа из этих, которые выпадают, видимо, из призрачных хреней. Вот это возьму во имя денег. Ради крон ваши спутники будут обыскивать тела в самых неприятных местах. Бонус. Кроны полученные после битвы повышены на 5%. Мелочь, но приятно. О, еще что-то. Град на град. Ваш отряд умеет организовываться и старается заработать больше при выполнении заданий. Бонус повышает количество контрактов, которые можно принять в списке целей на единицу. Еще. Ваши спутники подкупают имя старшего, чтобы получать больше контрактов. Бонус повышает количество контрактов, показываемых в списке целей на один. Давай примем вот это вот тоже, по-моему, полезное. Как раз еще один контракт заберу. По-моему, там как раз на босса контракт. Видимо, его убивать нельзя. Матиас Лунд. Матиас Лунд опасный человек, которого разыскивают за серию убийств. Либо логово бандитов. Ладно, пусть будет логово сначала бандитов, а то я охренел и так обнаглел. Че какие-то мудаки на меня по пути напали, офигеть. О, этот теперь вот так вот может. Неплохо. Нифига себе, у него два хп осталось. О, кстати, у топориста тоже что-то новое. А, он типа отталкивает. Жестко. С одного удара. Надо с этим облаком быть осторожнее, потому что через него пройдешь, и вот мой организовал, так сказать. И получается, получишь урон. Так, добью за кенжайщика, надеюсь, он уже прокачается. Еще какое-то место. Полигон Братства. Че тут? Если кто-то из ваших спутников не справляется с задачами, не стесняйтесь научить их новым навыкам, мы можем вам помочь, не бесплатно. Навыки, прицеливание, бег, первая помощь, насмешка, ярость. А улучшение, что это? Улучшение оружия. Ну, клан кувалду может улучшить? Не, а? Ну и стоит очень дорого. Не, я пока ничего не буду такое делать. Золотая тут вроде вообще ничего нельзя. О, логово бандитов. Это оно, что ли? Да, оно, по квесту. Ну, пойдемте. Логово место, где можно встретить уйму врагов. Чем больше активных черепов на логове, тем оно опаснее. Чтобы уменьшить количество врагов в логове, ищите поблизости врагов с черепами истребляйте их, чтобы завершающий штурм оказался проще. Это убежище хорошо защищено, его стоит ослабить перед штурмом. Его жители, скорее всего, бродят по округе. Приближаются вражеские подкрепления, блин. Два черепа. Ну и ищем тут мудаков. Только там какие-то кабаны, это же не... Так, в общем, я ничего не нашел, но зато нашел руины, подожди. По-моему, но это не точно, я могу попробовать подделать факелы. Я не знаю. Если они мне пригодятся. Также отмычек побольше. Давайте глянем, что там в руинах. Они там как раз в средней сложности были, а. Строите из себя ученых и следующую гробницу, а наемники? Крепитесь. Здесь часто пропадают люди. Вон факелы у него. Че так дорого-то, блин? Нифига себе, украсть факел нереально. Пофигу. Идем в гробницу. Для исследования гробницы вам придется освещать себе путь факелами. Если ваш след погаснет, отряд запаникует и сбежит из гробницы. Охрененно. Что значит три? Три факела нужно, чтобы туда зайти. Так, хорошо, если хоть эту хрень поворовать. О, украл. Уже неплохо. А эту? Нет, ну эту я не смогу просто. Еще могу два факела сделать. Можешь изучать чертежи, создавать и улучшать лагерное оборудование уровня опытного кузнеца. Кановись, палатка. Назначена Кановись, пони, получать 10 грузоподъемных. Тоже полезная штука, но соль нужна, пока нет. Так, в общем, проник в гробницу. Статую изображает мужчину по имени Даган. Почему-то от его пользы вам хочется петь. Ну, купейте. Новая профессия Барт, охренеть. А мне все нужны, я никого не могу Бардом сделать. Еще тут какие-то хрени. Новая профессия ученый. Так, короче, я понял. В руины пока рано идти. Это надо, когда больше людей будет. Просто тупо из-за того, что у меня профессии нет. Я бы там, может, всех и порешал, но он, кажется, мудаков нашел. Изумление. Потому что я на них внезапно напал. Видимо, изумление получаем, урон повышается на 10%. Сразу же одного убил с первого хода. Все, порешал. Только единственное, там, конечно, не знаю, хватит ли мне броню починить. Да, хватит. Отлично. Так, карьерный план однозначно. Ловкость качаем. Кинжальщику. Так, я попробую использовать стратег. Дымовая завеса заставляет врагов, сражающихся в этой области, отступить. При этом они провоцируют атаку по возможности от своих соперников. Атака почти 100% очков от навыка параметра силы или ловкости. Надеюсь, не фигня. И, наконец, я в Велевонке тоже броню нормальную могу одеть. Отлично. Так, убежище опять защищу. Да как же так? Я же их только что проредил, популяцию. Как так? Слушай, ну, походу, эти кабаны и свиноматка у них тут. Но я его тоже не буду брать. Потому что для лейта и даже для средней игры, мне кажется, вообще лажа не подходит. Жрет как не в себя. Толку мало. Все, порешал их. Броню даже никому до конца не пробили. Жрачки много выфрынул. Все равно. Да что ж такое с этим логовым бандитов не так-то? В общем, я просто попробую его так заштурмовать. Дурака чисто, не знаю. Посмотрим. 8 мирыл. Тут грязь, я буду долго из нее выбираться. Наверное, лучше в другое остановиться место. Ну все. Одну сразу же сношу. В первом ходу. Второго тоже задамажу. Нехило. Так. Они умные, умнее стали. Я, короче, игнорю тут этого в защите моего танка и атакуют остальные их падлы. Офигеть. Тут топорчик подбежал их по-своему еще саданул. Но они фокусят такого слабого персонажа. А, вот вражеские подкрепления прибыли. Возможно, не справлюсь. Не знаю. Не знаю. Посмотрим сейчас. Да, что-то их тут до хера прибыло, слышь. И какие-то мощные они. Походу, я с ними не справлюсь. Нужно дальше искать, кто у них там. О, йо. Да, все. Не, не справлюсь. Ну-ка, атаку по возможности просто протещу. Как их домовая завеса. Так, одного благодаря ей замочил. А другие? Черт, оппортунист. А другие че? А другие ничего. Ну, блин. Там и еще прибыли. Это капец какой-то. Так. Все, валков запилил. Вы можете создать знамя. Это знамя. Символ вашего отряда и ваша гордость. Назначенный спутник, любой назначенный лейтенант будет с гордостью носить это знамя. Не знаю, зачем оно. Но давайте сделаем. С вами открытие меня очко знаний заработал. Так. Без понятия. А, его просто... Его просто в лагерь разместить. Мир куда больше, чем мне казалось. Как будто бы можно провести всю жизнь в путешествиях и не попасть дважды в одно место. Никит, Никитинский. Отметить великое приключение со всеми. Весь день ворчать. После привала очки доблести, полученной отрядом, снизиться на два. Охренеть. Поболтать о приключениях. Отношения с близкими спутниками. Пусть отношения. Никит, Никитинский или вонка. Так. Куда мне эту штуку-то ставить? Знамя. Я не совсем понимаю, что даст назначение. А, просто как вот такая вот штучка у меня будет. Типа. Но в любом случае надо в город и тери ремонтироваться. Слой лось это сила плюс два броня плюс четыре, а слой защитника просто броня плюс три. Я какой-то контракт выполнил. Ну, еще на рассадник крыс. Квест. Депрессия тут у кого-то, черт и воля снижается на два. Чтобы не быть в депрессии, ставьте лайк.